Привет непрофессионалы и дилетанты, меня зовут Александр Бубнов и мы продолжаем, продолжаем Бубнов менеджер 2017, продолжаем тренировать Спартак Владикавказ, ну и у нас на очереди жеребьевка Кубка России, очень быстро вы в этот раз собрали 600 пальцев вверх, так держать, ну и если вы конечно хотите, чтобы следующая серия вышла так же быстро, не забывайте нажимать на пальчики вверх под этой серией, ну а прямо сейчас мы посмотрим жеребьевку, на кого мы выйдем, вот так вот я уже давно не делаю, потому что это долго, понимаешь, и волнительно слишком для человека в моем возрасте, поэтому я просто делаю вот так. Динамо Ставрополь, Динамо Ставрополь это команда, которая выступает тоже в ПФЛ Юг, да, то есть это наши соперники, это наши соперники, ну знаешь, я думаю, что команда проходимая, проходимая, по 8-ми 12-я, то есть по составу они довольно-таки, ну я думаю, что слабее, нас в Леобдулла Магометов, нам бы такой игрок бы не помешал, но, конечно, если бы он у нас уже был, я тут смотрю по показателям, пас 10 для центрального полузащитника с видением поля 7, это довольно-таки слабо, это слабо, хотя импровизация сумасшедшая, я уж не знаю, что он там импровизирует, понимаешь, куда он там пасы эти дает свои кривые, думает, то ли я с импровизирую, понимаешь, что после моего паса мяч уйдет в аут, то ли, понимаешь, прилетит кому-нибудь лицо, вот это вот, вот это вот Валя Абдулла, теперь пора вам познакомиться с моими новыми футболистами, которых мы в прошлой серии пытались подписать, они, к счастью, к нам перешли, 18-летний Алан Хачеров, ну, знаешь, глядя на концентрацию 2, тут, ну, ничего не скажешь, парень любит и дисциплину нарушить, и чем занимается, и нерешительный какой-то, знаешь, но в футболе, в футболе он разбирается, и завершение атаки 14, самообладание 11, игра головой 13, вот, в принципе, футболист не самый плохой, первое касание присутствует, понимаешь, в принципе, футболист для нашей лиги, да, для ПФЛ, я думаю, что может себя показать, может себя показать, с другой стороны, может, как говорится, и обосраться, потому что психологически все-таки парень, ну, совершенно никакой, совершенно никакой, но ему всего 18 лет, может быть, он подтянется, может быть, он подтянется за своими партнерами, Иван Гаджи вообще звездой оказался, ну, не то, чтобы прямо суперзвездой, да, но пас 13, видение поля 11, понимаешь, и это очень достойно, причем он на молодежном контракте, на молодежном контракте, и зарабатывает всего 9 евро в неделю, для нашего клуба это находка настоящая, потому что мы его нашли, ну, видишь, как, у него, у него, у него, его, наверное, надо использовать как атакующего диспетчера все-таки, потому что у нас недостаток игроков такого плана, ну, в целом, в целом, я думаю, что для ПФЛ это очень достойный игрок, очень сильный футболист, вот, и, в принципе, я думаю, что он уже сейчас, 16 лет, в ПФЛ будет, ну, если не лидером, если не лидером, то, по крайней мере, таким футболистом, знаешь, который будет он задавать, потому что даже сейчас он у нас имеет по отчету ассистента 4 звезды, да, то есть, ну, на уровне с Абдулой Абациевым, азербайджанец, 22 года, кстати, еще мы подписали Саслана Ревазова, это левый защитник, потому что у нас, как оказалось, дефицит на этой позиции, ну, опытный футболист с российским паспортом, ну, и вы видите, что у него, в принципе, ну, показатели не самые плохие, но не невыдающиеся, ничего нет выше 12, но из нужных показателей вообще 11 к пределу, но я думаю, что он себя может проявить, зарекомендовать хорошо, потому что это опытный футболист, опытный, у нас все-таки команда молодая, и нам поэтому нужны, нужны такие вот ребята, скажем так, с опытом, ну, и еще тренера, мне хорошего удалось найти, так, вот, Будуна Джоев, тоже, ну, видимо, не настоящий тренер, но я его пригласил работать с молодежью, тренер молодежи, ну, такой, знаешь, по показателям, так вообще, я просто удивлен был, что такие тренеры так задешево согласны работать, но, тем не менее, довольно-таки неплохой специалист, это для него первое место работы, и, в принципе, я думаю, что для нашей молодежи, для нашей молодежи Будуна Джоев будет хорошим примером. Слушай, ну, я шокирован, на самом деле, российский футбол, это что-то страшное, у нас в составе присутствует Абдулла Аббациев, азербайджанец, но азербайджанец, азербайджанец со вторым гражданством России, да, но мы не можем, мы не можем его зарегистрировать, потому что мне, говорит, не должно быть иностранцев. Так он у меня чистится в команде, что я сделаю, я его выгнать, что ли, должен? Это какой-то кошмар, и, представляешь, хороший футболист, да, хороший футболист, причем, 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 не заигранный за сборную Азербайджана, потому что доступные сборные Азербайджан и Россия, представляешь, то есть, по идее, по идее, он только за, он же только за молодежку заигран, или как? Потому что в качестве доступной сборной стоит Россия. Почему я не могу его заиграть? Почему он у меня в составе вообще находится, если я не могу его заиграть? Вы что там, обосрались, что ли, все? Придумали тоже закон. Представляешь, да? И талантливый игрок, талантливый игрок, посмотри, это один из лучших в моей команде, да, в моей команде, И что мне теперь с ним делать? Вот что мне теперь с ним делать? Причем, у него есть российское гражданство, и я даже не знаю, я даже не знаю, что, как мне быть-то в такой ситуации. Я даже теряюсь, но я могу, конечно, его не регистрировать, да, но он у меня что, целый год просидит, что ли? И вот тогда надо нам на трансфер выставлять и продавать. Но, понимаешь, мне же нужна замена тогда на эту позицию. Вот это российский футбол, вот так мы футбол развиваем. Причем, ладно бы не было у него этого гражданства второго, тогда, ну, все по правилам. А тут есть гражданство, и он не считается россиянином. Чего он тогда тут забыл вообще? Я должен от пятизвездочного игрока избавляться? Вот это, вот это Мутко придумал нам тут. Да, и тут я еще покупал Артура Адамяна. Артура Адамяна, но он армянин. Он тоже будет считаться иностранцем на эту позицию опорного полузащитника, представляешь? Он же тоже, он же тоже будет считаться иностранцем. У него, конечно, нет игр молодежной сборной. То же самое, другое гражданство России. Но сейчас я его подпишу, сейчас я его подпишу, да? И у меня тоже, у меня тоже не будет, у меня тоже не будет этого, возможности его заиграть, да? И так что я отменяю сделку, потому что, ну, елки-палки. Я, конечно, не против, я, конечно, за, да? Но вот это вот, вот это вот муть, вот это вот мутковская, да? Ну вот, придумали тоже ПФЛ, игроков растить для сборной. Каких вы игроков тут растить собрались? Это же кошмар какой-то. И ты представляешь, да? Ну, если у человека есть двойное гражданство, почему он не может играть? Тем более, тем более, тем более, если у него доступна сборная России, да? Его еще можно заиграть, видимо, он там в товарищеской игре выступил против США, вот. Его можно было еще за Россию заиграть. Нет, даже об этом не думают. Мне очень жаль, что оттуда отмену нам придется отклонить. Да, зато вон Слуцкий, Слуцкий там подписывает. Усиление для сборной России. Хуан-Мануэль Варгас, 32 года, представляешь? Перуанец, 32 года его Слуцкий подписывает. И че там, все хлопают, говорят, вот это Виктор, этот, Леонид Викторович провернул трансфер, да, понимаешь, бесплатно забрал. А че, а че клубы не могут усилиться из более слабых лиг, понимаешь? Мы не можем даже подписать с российским паспортом человека, потому что у него есть второе гражданство. И че? А Слуцкому можно, да, подписывать. И у нас самое главное, да, вот ЦСКА, давай, смотри. Смотри. Основной состав, да? Давай, смотри. Лучшие, лучшие игроки, да? Малио Фернандес, россиянин. Россиянин, представляешь? Вот так вот. Смотри, там у него шведы, сербы, его арийцы, все, кого только нету. А россияне так, на потанцовке там у него играют, да? А потом в сборной, а потом в сборную они все проезжают, да, привыкли, что там им то Варгас, то Тошись, да, то Венглум за них играют. А тут самим приходится что-то делать, и все, понимаешь, издуваются. Вот так вот, вот так вот Слуцкий, да, подписывает игроков. А мне, а мне, понимаешь, мне не надо с российским паспортом заявить. Вот это криминал тут страшный. Вот взамен нашему Абациеву, да, которого я продаю, либо Волгари уже сделал предложение, сделал предложение 28 тысяч всего лишь, за него мы можем выручить, за Абдулгу. Вот, но я нашел игрока, его зовут Алан Алборов, у нас в команде тоже есть Алан Алборов, вот этот атакующий игрок у нас есть, Алан Алборов. Вот, я нашел, я нашел другого Алана Алборова, опорный полузащитник, конечно, я сразу увидел, что у него пас 6, но в то же время отбор 15. То есть, я ему, в принципе, поставлю инструкцию, чтобы он далеко шибко не пасовал, да, но то, что он отбирать мячи умеет, это, конечно, здорово. Я надеюсь, что он все-таки будет хорош в этом отношении. Ну, вот такой вот оказался Алан Алборов, опека 11, удивительно, первое касание 12, вот, это, конечно, меня сильно удивило. Ну, вот, ну и, правда, правда, он физически совершенно не готов, я не знаю, как он будет играть, вот, возможно, но от другого игрока, хотя мы Абдуллу, наверное, заиграем все-таки в завтрашнем матче, все-таки для него, для него это поважнее будет. Ну, кубковая стадия, он готов, мы его наигрывали, понимаешь, мы его наигрывали, а тут раз, понимаешь, и нам все отменяют. Можно Рустама Сосранова поставить в защиту, да, можно, но я все-таки склоняюсь к тому, чтобы форма игроков была как можно ближе к оптимальной. Ну, что, у нас первая игра в сезоне, сыграем в контроль мяча, я скажу, что мы сегодня фавориты, оправдайте это звание, попробуем выходить из обороны через пас, вот, ну, и попробуем, посмотрим, как эта игра будет для нас складываться, я поставлю расширенный, чтобы вы могли видеть все, что происходит, ну, из каких-то интересных моментов, да, ну, не хотелось бы выбывать в первом же раунде, поэтому для нас, для нас важно все, что происходит. Играем мы в синей форме, я, конечно, лобелую интересы болельщиков, которые просят клуб вернуться к исконным цветам, да, красно-желто-белым, но пока руководство рассматривает эту возможность, да, говорят, там, материала нету, денег нету, ну, как обычно, знаете, типичные руководители клубов так делают. Гусалов хорош, вот не церемонится, понимаешь, вот это я понимаю, научил парней играть, как настоящие мужики, а тут на Кавказе по-другому футбол не играют, очень много борьбы силовой, да, и поэтому соперникам всегда тяжело играть на Кавказе. Вот Магомедов тоже мог бы за нас выступать запросто, я бы его пригласил в клуб, Рустам Сосаранов выбросил, неплохо выбросил, заубег Камбулов на Ивана Гаджиева, ну, Иваном назвали его, конечно, но, все равно, я думаю, что по духу. Гаджиева в нем тоже присутствует. Вот, Караев, тонкий пас хотел сделать, получился толстый, снова Караев, Базаев, ну-ка давай, ну-ка, ой, хорошо, Иван Гаджиев, удар, хорош, Иван, вот это Ванюша, вот это молодец, вот это молодец, Иван Гаджиев, хотя у него удар, насколько я помню, не очень хороший, но здесь Караев ему выкатил, и Иван Гаджиев издали, пробил так, что вратарь Ставрополя не смог помочь, но это заслуга паса, конечно, хорошего, но Иван пробил, знаешь, будь здоров, хорошо пробил. И еще один момент, ну, Камбулов должен был забивать за ватбэк, вот, сейчас Иван Гаджиев посмотрим, ну, у него дальние удары 5, завершение атаки 4, ну, это, это, конечно, все-таки ПФЛ, здесь, для ПФЛ, видишь, и таких показателей бывает достаточно, мы все-таки не премьер-лига. И Тамаев отбивает, сложный удар, сложный удар, Магомедов подает, ой-ой-ой-ой-ой, как же они удержали, кто это, Устам Сосранов, но Джамбулат Хастаев может забивать, конечно, в таком матче, для него это тоже, можно сказать, родные места, но вот Устам Сосранов, конечно, как-то непонятно сыграл, капитан команды, выбежал, ну, я говорю, это Сосранов просто, а не Сосранов пока, не на своей позиции, возможно, играет, может быть, в этом дело, но все-таки, на мой взгляд, он, на мой взгляд, такой мастер, как Сосранов, хоть ему всего 20 лет, он должен лучше действовать, и вот Хачирова вывели на ударную позицию, плохо пробил, плохо пробил, ну, давайте посмотрим, может быть, вот сейчас вот Хибизов мог завершать, ну, Кукаяка тут, первый на подборе, давайте, давайте, продолжаем, продолжаем давить, Караев, не жадничай, не жадничай, Абациев, к сожалению, вынуждены мы с Абдулой расстаться, он все понимает, тоже, говорит, я, я был бы рад, говорит, поиграть бы за вашу команду, под вашим руководством, ну, хоть один матч, хоть один матч уж, слава богу, проведет, так, идите вперед и забейте гол, я недоволен пока Хачировым, недоволен Заубеком Камболовым, Рустамом Сосрановым я уже говорил, что недоволен, но Рустам вот правильно критику воспринимает, заводятся, заводятся, ребята, давайте, мы должны сейчас, наверное, побольше прессинговать, побольше прессинговать, вот, и как-то поддавливать уже соперника, не хочется, потому что сливаться в первой же игре кубка, хочется немножко дальше пройти, тем более для слабых команд СПФЛ кубок, это возможность, ну, пасуй же, Базаев, ну, там Хачиров уже просто врывался в штрафную, ты ему выкати, он, может быть, забьет, нет, сам побежал, король стал, ну, что это такое, кукаяки дал Сосранов сейчас спокойно принимать, вот, нельзя было этого делать, нужно было идти в борьбу, понимаешь, бороться, и видишь, видишь в результате, вот, недоборолись, недоборолись, вот, на это и напоролись, Тамаев, молодец, хорошо, хорошо сыграл, ну, и сейчас угловой опять, они очень здорово со стандарта нам забили, это опасно всегда, стандартные положения, тем более, вот, в таких лигах, да, низких, там, стандарты, они решают очень многое, вот, тем более, что с игры команды мало что способны создать, а вот на стандартных положениях, они как раз-таки многие очень хороши, Хибизов назад, Тамаев, ну, не надо далеко выбивать, спокойно, спокойно, ну, можно вперед немножко поиграть, вот при Бескове Хибизов бы уже двойку получил, чтобы вы понимали, Караев, давай на фланг, нет, Хачиров отдам, у Хачиров, у него принятие решений, там, и смотри, он еще сейчас поломается, да, еще поломался, ну, зачем ты бил-то с километра, Кошмар, Халлан, Хачиров, это, конечно, ходячие, точнее, уже не ходячие, понимаешь, бедствия, падает, черт пойми, что с ним происходит, вот это игрок, да, ну, вот, кубок, кубок, есть кубок, Курбанов, Розов, надо встречать, хорош, Караев, давай, 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 по флангу разгоняйся, Хачиров, ну, немножко поднапряги свои мышцы поломанные, Гаджиев, Ваня, ну, вот, Ваня, вот Ваня, да, с Караевым, делают игру, остальные рядом ходят, понимаешь, и смотрят, открыв рот, Хибизов каточку получает, смотри, погребняк у них есть, вот так вот, погребняк, пробил, конечно, в стенку, но это было опасно, Кукуян, судья, Кукаяка играет, слушай, это не родственники там часом играют за это Ставрополье, вот я не удивлюсь, то, что им подслуживает орбита, поэтому и угловой тот назначил, понимаешь, это все ведь связано, может быть, Караев, ну, зачем головой-то бить, ну, ты прими на грудь, и там уже думай, пасовать или бить, головой, ну, там же вратарь, не совсем дилетант стоит, в воротах есть человек, поэтому нужно быть аккуратнее, ну, и, в принципе, по статистике, по статистике, хоть мы и переигрываем соперника, да, но все равно, они удары наносят, у них удары поточнее, ну, а у нас Алан Хачиров нападение, это все, что нам нужно знать, хотя, по показателям, еще раз говорю, форвард неплохой, по техническим, но психологически он что-то слишком плох, заубик Камбулов, удар, выше ворот, выше ворот, да, и тут даже, вот, не знаешь, замены делать, не делать, потому что, в принципе, ну, Хачирова нам некем заменить, ух, могли забить еще один, на последних минутах, ну, сейчас будет дополнительное время, я скажу так, что я недоволен качеством показанного футбола, ну, в принципе, в принципе, да, вот кого мне менять, кого мне менять, заубика Камбуловой я подбодрил, скажу, что я недоволен твоей игрой, и этого тоже подбодрил, он не мотивировался, Тамерлан Базаев, Тамерлан Базаев, ну, тогда выпустим Асена Танделова, у нас Базаев у нас, не хочет играть в футбол, мы выпустим Танделова, может быть, он, может быть, он захочет играть в футбол, А то не мотивированный, что, хорошо играл, что ли? Хорошо играл, что ли, мотиватор? Плохо играл, играл бы хорошо, я бы тебя похвалил, давай, Арсен, показывай, как надо в футбол играть, ну, не так, надо было вперед давать, а то, понимаешь, решил, Данила Люфт вышел, ну, у них все, в центре поля люфтит, давайте, туда надавливайте, у нас тут тоже, знаешь, замены нужны, так, Батрас Тидеев, Батрас Тидеев, ну, конечно, Батрас, это не самый лучший игрок, ладно, нам нужно Алана Алборова, тогда, нет, подожди, не Алборова, вернее, не того Алборова, я не поставил того Алборова, почему-то в состав, на сегодняшнюю игру, так, а Хинчагов, Хинчагов не может сыграть слева, это странно, Дагузов, так, ну, что, у нас вообще никто, кроме Рустама Сосаранова, да, не способен, ну, ладно, Сосаранов пусть играет, Инал Засеев, вместо Заулбека Камболова, освежим немножко фланги, а, ну, вот есть Царитов, ну, что, Денис, Денис, ну, судя по показателям этого Дениса, его, ему даже бутылочку, доверять, подносить игрокам не стоит, Ладно, посмотрим, как, в таком составе мы сыграем, Караев, ну, сыграл на Хачирова, Гаджиев, Караев, Засеев, был бы у меня Азамат Засеев, конечно, я бы, более уверенно себя чувствовал, но так вот, надежды нет, ну, хотя мяч контролируем, конечно, но, до опасных ударов, дело не доводим, Гаджиев, Инал Засеев, ну, назад, конечно, что там делать, да, не обведу, говорит, назад пока что, ну, что это такое, ну, мяч они, по крайней мере, контролировать могут, это меня радует, безусловно, вот, но нужно же доводить дело до ударов, нужно навешивать, вот, вот это хорошо было, вот это хорошо было, до гузов, здорово навесил, ну, и Хачиров головой пробить смог, изловчился, то есть, тоже красавец, в этом смысле, вот, вот так, ну, в принципе, что, пенальти будем бить, языком чесать, не пенальти бить, да, ну, давайте посмотрим, как у нас там с пенальти, хотя на этом уровне, на этом уровне, до пенальти доигрываться, это, конечно, это, конечно, кошмар, погребняк, вот, у них есть, он тоже забивает, смотри, это, знаешь, это нервы, это нервы, Иван Гаджиев, забил все-таки, Ваня, наш молодой игрок, который забил мяч, в матче, Сердюков, вот это вратарь, наш большой молодец, в присядку, отбивает, еще бы лесгинку сплясал, был бы тогда вообще красавец, ну, и Дагузов, конечно, тоже надо не забить, Аслан, ну, что ты делаешь, Куратинов, ну, этот забивает, видишь, вот была возможность, да, была возможность, но Дагузов подвел команду, Рустам Сосранов, он что, Сосранов-то или Сосранов, Сосранов, хорош, важный мяч забил, Магомедов, Магомедов, давай своим подыграй, ну, что ты, не можешь подыграть даже своим, Томаев, а что, он с вратарью же бьет, ну, он у нас, значит, лучше бьет в пенальти, чем полевые, вот это команда, люфт, давай, не забивая, ну, что ты, отпрыгиваешь от мяча, голкипят, там у них люфт бьет, Абациев, вот это как раз, который покинет команду, но он, свое дело сделал, пенальти забил, Курбанов, ну-ка, мимо, хорош, вот это вратарь у нас, красавец, принес нам победу, и сам пенальти забил, и еще и отразил решающий, я скажу так, что вы смотрелись плохо, ну, это не лукавство, потому что, переиграть их в игре, доиграться, доиграться до пенальти, ну, что я могу сказать, тут, я недоволен, и хотя по статистике, им можно тройку поставить, но все равно, хоть они по технико-тактическим действиям превзошли, это Динамо Ставрополь, это такой же соперник, и здесь надо доминировать, здесь надо не просто играть, на угловом обосрались, мне это вообще, знаешь, не нравится, когда команда так безалаберно действует, да, вот сейчас вот по сам посмотрим, да, смотри, Гусалов на реман, на реман, 45% точных передач, ты кому их давал, если тебе дано задание, то же самое Хибизов, два центральных защитника, не могут передачи отдавать, и причем, и причем, мне интересно, этот, дайте мне, дайте мне по игрокам, дайте мне по игрокам, пасы мне дайте, Леха, пасы, передачи, правильно, так, Спатак Владикавказ, ну-ка Гусалова мне включи, А что удары, да, вот так вот, Гусалов, точные передачи, переход, Гусалов, ты что, совсем что ли, этот, ну, ну, я все говорю, не надо дальние передачи давать, вот, что он тут сделал, что он тут сделал, дай посмотреть, раньше можно было сотреть, смотри, связанные события, что это, это вратарь ему дал, вратарь ему дал пас, а этот, а этот, смотри, зарядил пушку, что ты зарядил-то ее, ты что, совсем что ли, что, совсем что ли, давай, смотри, что делает Гусалов, вот тебе дана инструкция, играть в короткий пас, кому, кому надо давать, Абациев, да, он идет тут как Вазимон, да, понимаешь, скрюченный, ну, ты дай ему передачу, он лучше пасует, что ты делаешь, нет, зарядил, куда ты там зарядил, вот давай посмотрим, ну, там даже игроков нету, там даже камболов, он видишь, где находится, этот зарядил, понимаешь, через, через, это, пол поля зарядил, хотя инструкция стоит, понимаешь, установка тренера есть, ну, надо выполнять установку тренера, что это он дал, ну, дал ты этот пас, и что, и как нам жить, с такой передачей, представляешь, ну, ладно один раз, ладно один раз, давай, давай дальше смотреть, что здесь было, вот, Гусалов с мечом, ну, ты посмотри, вот партнер, да, вот партнер, отдай ему, тем более, смотри, он как раз под передачу, открывается, что делает Гусалов, он, он развернулся, понимаешь, к нему развернулся, и как будто издевается, да, и выбил, куда опять выбил, ну, куда ты опять выбил, в зону, где соперники находятся, ну, вот сюда бы хоть выбил, понимаешь, верхом бы дал, здесь вот три наших стоят, Абациев, Караев, и Гаджиев, туда немножко дай, помягче, но если ты не умеешь давать, то не давай дальнему, давай ближнему, в результате хорошо Гаджиев поборолся, понимаешь, вот, и это, и это только часть, наши, наши вот эти вот гении, да, ну, хорошо хоть Караев и Гаджиев, там, на четверке отыграли, а Хачила вообще, девяносто один процент, точных передач, вот дает, хотя сыграл тоже довольно плохо, но у него был один, хороший удар головой, Хибизов, да, помогает победить, с 51% точных передач, ну ты че, причем, ладно бы я эту инструкцию бы не давал, понимаешь, ладно бы я не давал эту инструкцию, так, так ведь это, ну вот инструкция стоит, шо Гусалову, шо Хибизову, играть в короткий пас, понимаешь, они эту инструкцию не используют, ну че я сделаю, если они не используют инструкцию, не играют по установке тренера, тренер, тренер сказал, играй в короткий пас, понимаешь, нет, я не буду этого делать, ну, что Олег, что, этот, Нариман, че творят, сами не знают, сами не знают, че творят, ну какую мне вам оценку ставить, оценка 2, всем, за такую подготовку, у нас, нам сейчас предстоит, жеребьевка, и у нас выпала команда, олимпиец, волга, олимпиец, СПФЛ, Урал по Волжье, ну, маленький тут округ, на самом деле, так, и что можно, что можно сказать по поводу, в Волге олимпийца, ну, они первые, по прогнозу, Урал по Волжье, Шота Бибилов, ключевой игрок, конечно, высокого класса, безусловно, футболист, и для ПФЛ, это вообще, звезда, просто Криштиану Роналду, да, ну, и нам Шоту Бибилова, точно не продадут, хотя я бы не отказался, от такого, мастера, вот, ну, и тут, в принципе, неплохая команда, подбирается, Николай Жиляев, Антон, Атем, Даниленко, вот такие, знаешь, ребята крепкие, ребята крепкие, выступают, но я думаю, что наша команда, она способна, все-таки, дать бой, и, скажем так, скажем так, показать, на что мы способны, вот у них есть, кстати, Антон Хазов, 37-летний, знаешь, 37-летний футболист, очень опытный, и, в принципе, еще умеющий бегать, 37 лет, вот что такое, спортивный режим, и дисциплина, Хазов, Хазов, видимо, решил режимить, да, и поэтому у него, ну, очень хорошие, еще скоростные, показатели, в его возрасте, да, но, посмотрим, как мы там сыграем, но, в любом случае, в любом случае, то, что мы первый раунд прошли, это уже, большое достижение, но, правда, у нас дальше игра с Машуком, из Пятигорска, эту серию вы увидите, ну, соответственно, в следующий, то есть только как это, наберет 600 пальцев вверх, так что, ребята, ставьте пальцы вверх, всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, на Twitch, тоже подписывайтесь, мы там стримим, довольно интересно, все ссылки будут, как обычно, под видео, большое спасибо, удачи, и пока.